Всем привет! Спасибо, что вы тут, спасибо, что смотрите. С вами Константин. И у нас наконец-то выходит мое обзор мнения, как угодно можете это дело называть, на восьмую серию по One Piece от Нетфликса. Да, была задержка между выпусками, потому что я болел и до сих пор еще, честно, болею, но как бы теперь, по крайней мере, могу говорить. Так вот, я очень многого жду от этой серии, потому что это первая действительно важная крупная битва для команды Луфи, где каждый сражался с серьезным противником. Ну, там, по-моему, только нами ни с кем не сражалась, но как бы ей по сюжету и не положено было, она тут как бы жертва, девушка в беде. Посмотрим, как они вывернули это здесь, и я надеюсь, что эта серия меня не разочарует, потому что последние серии они то радовали, то расстраивали. И очень хочется, чтобы вот эта последняя на текущий момент серия оставила все-таки хороший отпечаток One Piece в моей душе. Ну что, давайте, не забываем поставить палец вверх в поддержку канала, в поддержку будущих обзоров, мнений, выпусков. И, пожалуйста, пишите вот, что вот, знаете, вот у меня сразу такой вопрос к вам. После того, как вы начали смотреть One Piece, и после того, как вы закончили смотреть вот этот One Piece от Нетфликса, поменялось ли ваше мнение, пока вы смотрели вот эти серии? Или же вот как в самом начале вы придерживались одного мнения, и вы до самого конца его вот так себе и оставили? Или все-таки оно у вас менялось, и в какие моменты менялось? Мне очень интересно послушать, потому что я, честно, перебегал на обе стороны прям пару-тройку раз во время просмотра вот этих вот восьми серий. Сейчас вот эта серия, она как бы подытожит все мое неспокойное, вот это мое беспокойство, да, то есть как бы хороший сериал или плохой у нас получился по One Piece. Ну что, давайте, смотрим. Боже, какая жуть. Первые 20 секунд, короче, а уже, честно, если я не знал бы, о чем здесь идет речь, я был бы уже в шоке. Потому что выглядит это как зловещая операция. Как будто ее собираются превратить в рыбы человека или наделить суперспособностями, или наоборот. Вот он, блядь, не знаю, блядь, просто... Короче, в смысле они не знали. На самом деле, если мне память не изменяет, в анимехе, жители деревни все знали. Просто специально не подавали вида, чтобы нами было легче. Да, то есть как бы, и чтобы это все, весь этот план держался. А здесь они говорят, что типа, что только сейчас им Ноджика рассказала, типа они не знали. Не знаю, почему они решили так отойти от этого странное решение. Потому что предыдущий вариант мне нравился куда больше. По крайней мере, душевней, что ли, печней. Простите, пожалуйста, я не мог не остановиться после фразы «Не зуми, они увидят мощь моего клинка». Какого клинка? Ёб ты налево, блядь. Он хоть раз вообще где-то свой клинок показал? Это просто ржачное слышать это от него. Усоп, только что раздраконил Чу. Я очень этого жду. Не дай бог. Вот. Я не знаю. Вот. Не дай кому-нибудь из них профукать Усопа Хаммер. И я тут же засру весь сериал. Это самая эпичная битва просто, которую я только видел. Наверное, за очень долгое время. И я очень этого жду на самом деле. Знаете, вот эти все высказывания Орлонга. Да я тут прям сейчас как мир весь завоюю. Да они узнают меня. Сейчас это особенно смешно слушать. Просто потому что Орлонг не понимает, какие, какая, сколько мощных людей находятся еще там, где-то на Грандлайне. Да даже еще до Грандлайна он еще... Он смокера только одного еще не встречал, да? То есть как бы вот одного бы смокера уже бы встретил и все. Поверьте, это было бы просто, ну, копченое японское рыбное блюдо. А что там говорить о всех остальных, которые там будут? То есть Орлонг понял, что он здесь как бы испугал баги, да? То есть как бы, ну, какую-нибудь Альвиду, да? То есть в том числе и такой... Блин, слушай, ну все, я король, ептой, налево этих морей. Ах, ему бы нос вот прям согнули бы, ему бы в рот бы затолкали бы. Наверное, процентов 90 от всех остальных пиратов и... дозорных, которые там по ту сторону Грандлайна. Спешил атак! Эксплодивная дверь! Это все в порядке. Не верю мне. Нет! Не дай бог, они вот сейчас на этом так и оставят бой Усопу и Чу. То есть как бы... Во-первых, уже был просран важный момент. Вот этот... Тот самый момент, когда Усоп хотел всех обмануть, что типа он сражался до конца, до самого, да? То есть как бы вымазался там, начал вымазываться грязью и представить это все, как будто он сражался, ну, как бы в полную силу, да? Хотя Чу понял, думал, что он умер и уходит. Но Усоп начал вспоминать, как тяжело все сражаются просто до талого, просто из последних сил они все идут до самого конца. И он не смог перебороть вот это свое стыдливое... Вот эту херню, которую он творит, вот этот обман. И решил, что будет сражаться до самого конца. Это прям действительно было прям мощно. И эта сцена была сильной. Здесь эту сцену просто вырезали нахрен. И неужели вот так и закончится битва Усопа и Чу? Я не верю. Я правда не верю. Они не могли настолько сильный момент вот так вот обосрать. Это самый сильный момент фактически во всей битве против Орлонгов. Насколько я помню. Как плохо. Почему так плохо? Я в конце буду гореть. Они... У вас было 49 минут... Смотрите, серия длится 49 минут. Я думал, ну, блин, нормально. Где-то минут по 15 на каждый бой. Вполне себе хватит, чтобы и показать всю красоту каждого боя. Знаете что? Просрано все! И я прям сделаю вырезки. В конце серии я сделаю вырезки. Скорее всего из анимехи. Хотя бы маленькие. Некоторых моментов. Которые как бы хотелось бы просто здесь увидеть. Это плохо. Это действительно плохо. А теперь тот самый момент, который они решили сюда добавить. И этого не было в оригинале. Уже здесь Луфи встречается со своим дедом. С чем же тут сейчас все это закончится? Я почти уверен, что они просто поболтают и разойдутся. То есть как бы... Ну, что-то из этой серии. Ты опять не подчиняешься приказам. Ты оскорбляешься всегда выше стоя... Барпехов морского дозора выше тебя по званию. Какого хрена они вообще этого Коби там держат? Я не понимаю! Где ты аресту их? Нет! Твоё мнение... Твоему мнению вращение придавали. А осенью был детородный орган вообще-то, знаешь? Я не знаю, как ещё описать, блядь, вот ситуейшн весь, который происходит, когда каждый раз, когда я вижу Коби. Ну, короче, чё-то совсем уплыли не туда. То, что Луфи начал драться с Гарпом, это прям было прикольно. Сама битва, конечно, была неимоверно тухленькая. Три удара и всё. Я в том плане, что они были очень даже тухленькими. Ну, хрен бы с ними. Но чтобы Гарп вот так вот принял, да, ты будешь пиратом... Да, честно, даже после Арки с Робин, когда по аниме у нас, соответственно, рассказали, что Луфи является внуком Гарпа, и Гарп пришёл туда отмутузить Луфи, хотя на самом деле дал ему один раз только там, блин, подзатыльник, чтобы тот проснулся, то есть не более того, да, то есть как бы был. И то Гарп сказал, я тебе даю один... У них по всему итогу Гарп там дал форы, по-моему, один денем или что-то такое. Он сказал, всё, а дальше... Туби звезда. То есть как бы всё, тебе на том и порешилось. Гарп всего лишь пришёл сказать ему, что теперь, как бы сейчас, ладно, хрен с тобой, я тебя не трону, вы тут после битвы, и вообще вы тут ещё объявили мировому правительству, ещё объявили войну, да, то есть как бы вот это всё, вот. И я тебе это один хрен с рук не спущу, уж тем более ты пиратом у меня не останешься. А тут Гарп такой, поднял его, а тот поржал, ай, хер с тобой, блядь, хочешь пиратом быть, ну и ладно. Зачем вот это всё было? Зачем мы в течение восьми серий наблюдали Гарпа и Коби? Я так и не понял. Роль Коби я вообще здесь не понял. Блин, ещё серия, ещё... Эта серия так долго тянется, и столько просранных или странных моментов. Ладно, у нас ещё тут целых 20 минут, давайте посмотрим, что же они в 20 минут там ещё затолкали-то. Кая наконец-то поняла, какого цвета должен быть настоящий чай. Это радует. А я уж думал, что про Смокера совсем забыли. Он, правда, никогда в руке по несколько сигар не сжал, в руке у него всегда была одна сигара, а несколько сигар у него было во рту. Ну это ладно, не суть важна. я даже не знаю честно с чего начать все плохо правда все плохо потому что у нас самый важный бой который первый крупный бой которого я очень ждал он прошел за 20 минут а то и меньше и было просрано фактически все зато ту самую бесполезную хрень которую даже в анимехе показали наверное минуты за две а может быть и за три здесь растянули на пол серии имеется ввиду что как же все отреагировали на то что за луфи назначена награда я не понимаю зачем нужно было столько просрать и сейчас я хочу пробежаться хочу пробежаться то есть по тем моментам в анимехе который я очень ждал полу просто в бою было просто рано все у нас ладно хачи не было вообще бой зоро скипнули нахрен хрен бы с ним видимо джозеф директор сей картины так далеко не смотрит что добираться здесь еще и духа че нужно да то есть как бы впиливать его сюда хрен бы с ним бой санджи был вообще-то очень клёвые когда санджи сражался против рыбы человека под водой мира не забудем вот это да куки 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 воздух воздух то есть который санджи да то есть как бы как он сражался в принципе ладно здесь у нас вообще бой был очень тухлый и вообще на это скипнули бой усопа скипнули нахрен все страдания усопа вся весь его вот этот вот экзенциальный кризис через которую он прошел во время битвы с чу тоже скипнули усопа хаммера тут не было вообще чу слился просто за один выстрел чему кстати я тоже не поверил просто пиздец как не поверил да то есть как бы там было очень круто чу горел он бежал остываться его на ходу ударили молотом а потом чу все равно вставал но блять усоп его про я я сейчас это все быстренько пробегусь я быстро сейчас по этому делу пробегусь чтобы вот для тех кто не видел аниме ху вы видите же такие вы же понимаете что найдутся люди все равно которые посмотрят данный сериал но даже среди моих знакомых все тоже такое и такие люди уже есть да то есть как бы который посмотрит данный сериал вот но они не видели аниме я специально для них сейчас хочу показать пару-тройку моментов из аниме я надеюсь youtube пожалеет меня по авторскому праву я конечно же будут все это дело редактировать как я делаю это всегда чтобы youtube на меня не ругался вот вы не представляете кстати насколько это все сколько это все занимает времени вот но она того стоит итак поехали вот как делается эпичный удар который завершает вот это было все сложно было похоже что-то сделать я не понимаю но вы же сделали оригинальные костюмы да то есть как бы вы шли собственно постарались идти по какому-то канону даже пытались важные моменты в битвах делать но сделать вот всего лишь один такой красивый удар от санджи но то что было там это честно было ну прям какая-то я как будто спектакль просто какой-то смотрел по-другому честно не могу это сказать ладно поехали дальше тот самый момент когда усоп о том что придумывал что же он расскажет как оправдание да то есть что он сражался как мог это действительно сильный момент и но и а а а а а и и и и и и и ну разве это не сильный момент это просто охереть какой сильный момент и это лишь только частичка битвы которая была между усопом и чу тут можно было это все показать по сути по сути не надо было никакого графона не нужно было ничего придумывать нужна была хорошая игра актера которая могла бы этот момент показать вот и все больше ничего не нужно ну и конечно же ну и конечно же усопа хаммер как же как же без него то есть у нас битва усопа сражалась обратите внимание то есть как бы вот у нас битва началась вот бы даже не самого начала то есть как бы я битву 15 вот на 15 минутах она началась и эта битва у нас длится длилась вот по сути здесь пять минут пять минут она эта битва длилась просто неимоверно мне было больно и был как было жалко чу это действительно сильно да не важно дело в том что вот смысл в том что нужно победить любой ценой любым способом тут никакой блять честной битвы никакого тут надо просто выжить и победить и вот это через это усоп переступал это было важно пять минут весь бой в аниме прошел это вот со всеми высказываниями от усопа все ничего не требовалось в фильме фильме весь бой занял наверное минуты три из которых а то может быть и меньше и они ничего они не смогли выделить вот эти пять минут и при том здесь ничего не требовалось поэтому просрано было там это все было просрано кстати вот это очень сильный момент с которого орлонг охренел да то есть у нас зуро смог победить хачи смог победить хачи при том что находился на краю гибели орлонг это оценил и охренел с этого маленький момент но это важный момент был что зуро просто пиздец какой сильный просто в данный момент он скажем мягкой не форме ну вы видите это тоже сильно это тоже неимоверно сильно короче все что я хочу сказать вам ребят бой в не который был луфи орлонгом тут можно на самом деле еще целый отдельный выпуск делать потому что он был тоже просран они пытались показать какие-то важные моменты но этих моментов было мало на бой был действительно по мне был немножко вяленький ну ладно может быть на троечку можно еще как-то бой луфи и орлонг описать но как они могли все остальное так просрать я не понимаю то есть те кто не видел аниме а просто посмотрит сериал они скажут ну ну какая-то заварушка была той дата они там массово что-то помесились луфи здание развалил и нами пришла к нему то есть здесь у каждого был бой у каждого был просто какой-то переступали через себя они шли вот выжить любой ценой это было круто я не знаю по мне честно вот теперь я понимаю что сериал обосрался правда вот я могу сказать что one piece от нетфликса теперь для меня наверное пока что на текущий момент официально обосрался я до сих пор вот я я между вот этими вот качелями вот так вот ходил весь сериал меня что-то радовало что-то расстраивало что-то опять радовало что-то опять расстраивало но вот так просрать важный бой когда у вас было на это время это нельзя было допускать поэтому ребят в общем как-то так давайте вот на этой ноте закончим спасибо всем кто меня смотрит я продолжу выпускать свое мнение только теперь наверное на другие сериалы надеюсь вы оцените это некоторые буду выпускать на бусти ссылочка в описании некоторые буду выкладывать сюда на свой основной канал спасибо что смотрели не забываем поставить палец вверх мне придется очень долго теперь сражаться с павторскому праву с ютубом чтобы вам это все показать поэтому будут показаны только отдельные моменты за которые я смогу в которой я смогу победить специально для вас давайте народ огромное всем спасибо всегда всем рад спасибо что смотрели и не забываем подписываться на канал телеграм дискорд в общем все что найдете в описании давайте народ всем огромное спасибо всем по-ка спасибо всем пока спасибо всем пока Продолжение следует...